Сейчас мы поедем на местный пляж Либаун. Ты должен его пить, чтобы расслабиться. Вот выпей, расслабься. Давай ещё. Ну что, давай бухать. Ой, давай, давай, заливай водку, блин. Ты должен расслабиться. И пить-то будешь? Вообще-то я ищу себе филиппинку свободную. Свободную, я думаю, у нас их пруд прудил. Эй, девчата, девчули, дай их сразу в охапку. Понял, щас, щас, хватаю. Тебя или тебя? Можешь взять её. Вот и моя мечта. Хорошо, кто лучше готовит из вас? Она. Я могу только яйца. Ты хочешь выпить? Вот она свободная. Вот это, да, свободная? Ты сейчас снимаешь блог? Чика. Чика. А что ты думаешь насчёт нас? Давай, выпей, выпей. Пей. Всего один шот. Хотела ли бы ты отношения с иностранцем? Да, если это будешь ты. Можно я сейчас подниму тебя? Смотрите, такая лёгенькая. Всё, я пошёл. Позаботься о ней, она такая красивая. Спасибо. Свободная она. Может, ты дашь мне свой фейсбук? Да, конечно, почему нет? И прикинь, иностранец к ней подошёл и реально клеится. Чё, бухнёшь? Как с красивыми девушками? Так мы ж здесь все красивые. Я имею в виду свободные. Да, свободная она. А вы готовы одобрить, что мы начнём с ней встречаться? Надо будет делиться деньгами с родителями с вами. Конечно, это культура такая. А это очень важная наша традиция. А сколько я должен буду делиться? 50%? Привет из Филиппин. Это Панглау Бахол. В этом видео я хочу вам показать, как местные жители реагируют на иностранца. Сейчас мы поедем на местный пляж Либаонг. И пообщаемся с филиппинками. И вы посмотрите реакцию. Конечно, тут за кокосами, за бананами. Тут от рукой можно дотянуться. А так ли всё просто с филиппинкой? Если я задал не все вопросы, пишите комментарии. Бензин по 70 песо. Где-то 100 рублей за литр. Здорово, ребят. Ищу себе филиппинку. Ну подскажите, где? Там. Там. Там? Ну всё, пойду туда. Ну а бухать? А что ты пьёшь? А это кокосовый винчик наш. Ты должен его пить, чтобы расслабиться. Расслабиться? Ну давай попробую. Очень вкусно. Да, я заметил. Там сахара много, да? Да я хазача. Да, слушай, правда вкусно. Ну а я чё говорю? Давай ещё. Не-не, спасибо. Мне же ещё невесту искать. Добрый день. А как у вас дела? Хорошо. Вот выпей, расслабься. Смотрите, ребят, да они меня споить хотят. Расслабься. Признайтесь, вы хотите, чтобы я нажрался? А ты откуда? Да я из России. Вот его напоили, да. Вот расслабился. Травишки, да? А это твой парень? Твоев родный брат. А где же твой парень? Да дома. О, оп, почти. А, типа трезвый, смотри, такой. Как стекло. Он блогер, снимает тебя? Как твое имя? Серджи, Серджи. Не, а страница в Фейсбуке кака? Да, Фейсбук. Серджей Тол. Давай, ищи, ищи его скорее. Ну это ты грубо уже с ней. Это ж шутка так. Вот, напиши сюда. Сейчас я добавлю себе. Ну чё, давай бухать? Ты знаешь, вообще я ищу себе филипинку. Так вот она здесь. Ты ж филипинка. Она сказала, у неё бойфренд. Да нет, никакого у неё бойфренд. Она сказала, он дома. И это тоже свободно. Как меня увидели, все сразу стали свободны? Нет, у неё на самом деле никого нет. Она учится. А вы её мама? Нет, нет, я её крёстная сестра. Так значит, ты правда свободная. И красивая такая. Очень красивая. Покажи лицо. И сколько же тебе лет? 21. 21. И на каком курсе ты учишься? Я ещё на первом курсе колледжа. А, только первый курс. А ты уже думала там бойфренда найти? Может быть, говори. Почему бы и нет, да? Конечно, почему бы и нет. А кому ты там всё написываешь? Это просто друг. Повторяй за мной. Ну, а вы не родственники, да? Нет. Мы с одного церковного прихода. То есть вы из города, да? Ну, а здесь отдыхаете просто? А у моей тёти день рождения сегодня. А у тёти? А где она? А там она, вот. Да где ты там? С днём рождения! А ты лучше сам терёбай туда, вот и поздравь её. У вас день рождения? Нет, это не у меня день рождения, вон там. Да пойдём со мной. Ничего не понимаю. Пора девчонку забирать просто. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Хеллоу, хеллоу. Всем добрый день. Доброго дня всем. У вас день рождения? Да. Тогда поздравляю с днём рождения, с любовью из России. И пить-то будешь? Да меня и так там уже напоили. Да где там тебя напоили? Те что ли? Да они не умеют бухать. Да у них целая калифера. Нами сильным станешь сразу. Да это же слишком много, ну. Это третья уже, бля. А вы что, всё что ли-то прям выпиваете? Ну реально, слишком много. Давай, 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 заливай эту водку, бля. Это мы расслабим. Ты должен расслабиться. Смотри, опять, опять меня спавят. Да все, охрененно. Давай пип-пип-пип. А это рис такой? Рис-ризу. А, это как липкий рис такой, да? Бери в пакет, набирай побольше. Ребята, они едят руками, поэтому... Вкусно-вкусно? Конечно, будет вкусно. Ты, ты, ты не допил вот стакан давай. Да я уже пьяный. Че, кайф-кайф. Очень вкусно, вкусно, спасибо. Я вот ищу себе филиппинку свободную. Свободную. Это у нас их пруд, пруди. Вон там, смотри. Хей, девчата. Вон там, вон там. Девчули. Я пойду туда, я понял, я схожу. Готовы отдать меня сразу. Вот эту, правда, ампампушечки. Слушай, как они там кричат. Хватай их сразу, хапку. Понял, сейчас, сейчас, хватаю. Они хотят, чтобы ты со мной. Пошли. Пошли. Она реально готова со мной идти уже. Но как насчет тебя? Я вот уже думаю, тебя или тебя. Можешь взять ее. А почему? Тебе не нравлюсь я? О боже, да ты моя мечта, ну. Хорошо, кто лучше готовит из вас? Она. Я могу только яйца. Яйца? Ну я так умру, если только яйца будешь готовить. Давай умрем вместе. Я не хочу умирать. А я тоже. Что, правда, ничего, кроме яиц не умеешь готовить? Да, только яйца. Ну а вареные или жареные? Вареные. Смотрите, собирается тут народ. Я не знаю, что делать. Куда она пошла? Там какая-то движуха с лодкой. Нужна моя помощь? Это же рыбу ловит. Это для мальков. Мальков? Да, бубут. Мы называем их бубут. А у вас что? Мороженое. Мороженое? Грязное мороженое. И почем оно? Да, 15. А если я куплю 10, сделаете скидку? 10? 150, Месса. Хорошо, давайте 10. Буду угощать детей. 10 недостаточно для детей. Я понимаю, но я не могу всех детей тут кормить. Ну а ты хотела бы мороженое? Да. Мороженое для тебя. А как тебе зовут? А сколько тебе лет? Расскажи, где ты живешь. А ты скажи, как остров называется и как баранька? Там. Да. А как насчет ваших детей? Я думаю, не против. Ну а вообще, они не боятся брать мороженое от незнакомцев? И вы их не учите не брать мороженое от незнакомых? Ну? Да я не знаю. А ты? Хочешь мороженое? Слушай, а ты вообще выглядишь как негритенок, да? Он вообще африканец. И они вообще двойняшки. Африканец. А отец их африканец, да? Да. Как тебя зовут? Ну приятно познакомиться, Киреичи. Ну а ты хочешь мороженое? Как тебя зовут? А вашего я могу угостить мороженое? Если он хочет. А вообще, ему можно уже? Да, да. Ну что, ты будешь мороженое? Ух. Сколько же ему лет? Три. И как тебя зовут, мужчинка? Мороженое будешь, дружище? Тогда рассказывай, как зовут. Ну а тебе сколько? Уже 10. Добрый день, я смотрю, у вас много детей. Я хотел бы угостить мороженое. Да, все-таки хочешь рыбить со мной? Будет на связи. Ребят, пойдем дальше, знакомиться. Ну давай, бухать, бухать давай. Спасибо, в следующий раз. Бухать, говорят, бухай, давай бухать. Да, я снимаю сейчас. Добрый день. Добрый. А вы все из этого островка, Поглау? Ну а здесь чем занимаетесь? А, мы ночили. Отдыхайте. Ну, хорошего дня. О, и тебе. Пока. Привет. О, какие красивые. Вот они самые красивые здесь. Парни тоже красавчики. А меня не интересуют парни. А вот вы... Забирай. Ему нравимся. А здесь есть твой парень? Здесь только лучшие друзья. То есть ты свободная? Нет, я занята. Это так необнадеживающе. Вот она свободная. Вот эта, да, свободная? Ты сейчас снимаешь блог? О, боже мой. Так как насчет вот этой? А ты такой серьезный, да? Ты прям как... Ты хочешь выпить? Как политик. Политик. Я уже побаиваюсь. Давай, выпей, выпей. Пей. Всего один шот. Нет, спасибо. Вы хотите, чтобы я напился? Да, да. Но немного. Один шот. Хорошо, что вы пьете-то? А вот это чистый тандуай из Филиппин. Тебе нужно свой блог, понимаешь, открывать? Я и так блогер. Нет, чувак, тебе нужно продолжать развивать, развивать. Твой блог, он взорвет интернет. Я просто очень стесняюсь. Да где ж ты стесняешься? Ты такой серьезный. Короче, хотят точно меня споить. Как только я вас увидел, я... Понял, вы моя мечта, понимаете? Она твоя мечта. Ты. Вообще, здесь очень много красоток. Такие чики, знаешь? Они вот тоже чики. Конечно, такие красивые-то. Чика. Чика. Дело в том, что я хочу себе найти невинную девушку. Невинную, да? Я понял, потому что здесь очень много скамерш. О, боже, ты снимаешь мою попу, задницу блогера. Здорово, ребята. Меня зовут Сергей, я из Бахо. А что ты думаешь насчет нас? Нас! Как тебя зовут? Я... Алисия! Алисия! А вон, смотри, подруга идет на... Тоже красивая. Да, красавица. Ага, то есть у нас уже две, да? У нас, говорит, две. Алисия, а ты когда-нибудь встречалась с иностранцем? Нет, еще не было. Может, я тебя жду? Ой, ну хватит прикалываться. Я не прикалывалась. Но это не шутка. Но если на полном серьезе, хотела ли бы ты отношения с иностранцем? Да, если это будешь ты. Хорошо, а почему я? Алисия, а какой твой рост? Всего полтора метра. Ты уверена? Да, я метр пятьдесят. А я метр девяносто четыре. Ого, такой высокий. Для тебя это нормально? Конечно, я люблю твой рост. А ты умеешь готовить? Я не умею готовить. Но я знаю, как готовить завтрак. А что ты имеешь в виду под завтрак? Варит яйца и хот-дог. Я знаю. Ох, филипинки не учатся готовить. Ну, что, что не умею. А ты можешь подучиться, как готовить? Я могу по видео на ютубе. Ну да, придется подучиться. Я бы хотел, чтобы моя девушка мне готовила. А какой у тебя вес? Сорок или тридцать? Можно я сейчас подниму тебя? Мне же надо вес знать. Смотрите, такая легенькая. Ребят, все, я пошел. Меня крадут. Ааа, и уносят далеко. Мамочки. А ты не будешь теперь в полицию обращаться, типа... Нет, 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 мы же тут не такие. Скажите, потом пытался изнасиловать. Нет, она не такая. Нет, конечно, так не буду. Хорошо, спасибо большое. А в целом, подскажите, вот как отличить здесь безобидную девушку и скамершу? Как отличить, кто разбирается? А ты хотел бы узнать, как отличить нормальную девушку от скамерши? Вот смотри, она безобидная. Видишь, какая она нормальная и выглядит, как она хорошо. Вот такие девушки ищут искреннюю любовь. Ага, то есть просто по внешности. Да. А еще, если она спрашивает тебя бабки, ну, например, вопрос, какой твой годовой доход? Если такое спрашивает, нет. Но как ты видишь, она очень искренняя, потому что она не хочет денег. Она просто хочет радоваться жизни и получать новый опыт. Ну, смотри, сейчас она выглядит еще более безобидной. Да, она вот такая. Но помимо этого, мы филиппинки, а точнее мы здесь бахаланки, мы здесь больше ищем мужчину, который интересуется нашей внешностью. Понимаешь, просто лицом. Да, привлекательность, это то, что вы хотите. Ты русский, правильно? Я. Как сказать привет на русском? Привет. Как тебя зовут? Меня зовут? А, Джулиана. В России есть имя Юля. Но ты тоже свободная? Да. Я замужняя. А, ты замужем уже? Да. Но моя подруга Алища, ее зовут Алища, а я Джулиана. Она Алища. И еще одну вещь хотела сказать тебе. Она очень искренняя. Хотела бы любви искренней и также искренности. Хорошо. Спасибо тебе большое. Буду ли другой вопрос тебе задать? Конечно. Ты мне рассказала, как легко отличить скамершу там от нормальной девушки. Да, конечно. Методика замечательная. Но все же, если у тебя такие подруги, которые при виде иностранца могут все-таки фокусироваться больше на деньгах, или у тебя нет таких? Ну, как их там называют, голддиггеры? Тем, кому не нужна любовь, а изначально они больше на деньгах. Тесно говоря, я не хочу выставлять на всеобщее обозрение, но у меня нет подружек, которые прям голддиггеры, но они очень любят иностранцев. Поэтому-то они любят приезжать сюда, на Панглау, где огромное количество иностранцев, таких вот туристов, как ты, у кого, вероятно, есть деньги, потому что вы приехали сюда из своей страны в отпуск. Они догадываются, что вы с деньгами. О, боже, я так много говорю. Мы любим иностранцев. То есть они склонны использовать иностранцев, потому что бабки. Как-то так? Да, я не хочу обобщать, но люди есть люди. Да, они будут использовать вас, но они превознесут тебя, потому что, ты знаешь, филипинки очень заботливые, и они тебе дадут много. Да, и ты тоже дашь им денег. Я знаю, это может расстраивать, но в целом мы очень любим людей. И бабки. Спасибо тебе за интервью. Знаешь, я обожаю русских. А почему русских? Почему именно нас? У моего брата в компании работает одна русская. И он описал вас как. Спасибо большое за то, что так ценишь нас. Конечно, спасибо за твое время. Но мне нужно идти, друзья. Спасибо всем большое. Да, ну напиши свой фейсбук. Пойдем дальше. Пляж он очень-очень длинный. Здорово. Привет, ребят, как вы? Замечательно, я тоже. А вы лодки делаете, да? Да. Круто слушать. Привет твоему влогу. Я сейчас добавлю тебя. Да, ты можешь в фейсбуке меня добавить. В фейсбук. Добрый день. Добрый день. Что вы там смеетесь? Привет. О, привет. Привет. Здорово. Больше туристов. Туристов неинтересно снимать. Думалюан. Окей, спасибо. Это пляж Думалюан. Вот здесь местные собирают. Добрый день. Привет. Как вы? Мы прекрасно. Я немножко говорю на вашем бисайне. Что, бухнешь? Спасибо. Вы из этого острова Панглау? Мы вообще из другого муниципалитета. Какого? А я туда через три дня собираюсь. А что я могу увидеть в вашем биларе? Красивый лес и долгоопят. Это все хорошо, но как с красивыми девушками? Так мы же здесь все красивые. Смотри вокруг. Я имею в виду свободный. Вот она, свободная. Свободная? Да, свободная. А сколько ей лет, прости? Не слишком молодая? Двадцать. Двадцать и свободная. А как тебя зовут? Зовут меня Ризель. Хорошо, я думаю, мы могли бы встретиться в Биваре. Если я приеду. Конечно, без проблем, приезжай. Она еще обучается. Она еще учится. А где ты учишься? В Биваре или где? Да, Билар. Хорошо, у тебя есть свободное время для наших встреч? Тебе нужно сначала с мамой разговаривать. Да, тебе нужно... Итак, что насчет вашей дочери? Отверждаете, что она свободна? Да, свободная она. А вы готовы одобрить, что мы начнем с ней встречаться? А я думаю, могу ли я сказать да? Потому что я бы хотела, чтобы она сначала закончила обучение. А на каком она сейчас курсе? Второй курс колледжем. А всего сколько ей учиться? Четыре года. То есть нам ждать два года. А ты готова ждать два года? Говорит да. Я не знаю, выдержу ли. Всего два года. Но вы же видите, она не уверена, сможет ли она два года ждать. Может, она сейчас хочет. А как насчет тебя? А сколько тебе лет? Попробуй угадать. Двадцать пять? Двадцать семь? Не, больше, больше. Больше? Может, я уже слишком старый для вашей дочери? Тридцать? Тридцать два? Тридцать два, да. То есть я слишком старый для вашей дочери? Как вы думаете? Это хорошо. Это здорово. То есть не слишком большая разница? Нет, нет. Двенадцать лет разница. То есть это нормально? Это даже хорошо. Когда парень старше девушки. Да-да. Тогда парень сможет построить девушку для себя. А как насчет ее отца? Вы с ним замужем? Может, мы и с ним должны проконсультироваться? Мой муж живет сейчас в Маниле. Ах, Маниле. Вы так далеко друг от друга. В отпуске он там. А-а-а. Откуда ты? Какая страна? Россия. Россия подходит? Подойдет, подойдет. О, из Москвы. Да, в Москве я жил в последнее время. Итак, а умеешь ли ты петь? Я не умею петь, но умею танцевать. А-а, танцевать? О-о-о. А какие корейские танцы хорошие? Ну, я не знаю корейскую культуру. Ты можешь меня познакомить. Да-да-да. Если будем проводить время вместе. Сначала обучение. Обучение все-таки? Да. Сначала бы ей обучиться. Потом уже байфренд. Хорошо. А какая твоя будущая профессия? Учитель английского языка. Будет учитель. А-а, так ты можешь меня учить. Мой английский, видишь, не особо. У тебя прекрасный английский. Ну, а как закончишь свой колледж? Куда ты собираешься? А я еще учусь. Еще куча времени. Я не определилась. А-а-а. Почему вы так сфокусированы на этом обучении? А тогда после забужества у нее будет хорошее будущее. М-м-м. Для всей ее семьи, да? То есть то, что она сможет работать. Да. Но если, как вариант, ее муж будет очень много зарабатывать. Но. Оба. А, вы хотите оба, чтобы работали? Да, да. Поэтому так и сфокусировано на обучении. Понятно. А имеет ли для вас значение муж вашей дочки иностранец или местный? Любой. Да, любой. Лишь бы ответственный. Хорошо относился, скажи. Да, хорошо относился. А как насчет его дохода? Нет. Доходы меня вообще не интересуют эти. Если они могут помогать семье и друг другу. Семья, семья. Я вообще не думаю о деньгах. Но. Чтобы на жизнь хватало им, понимаешь, надо нам. И чтобы не тратили на ненужные вещи, важно. М-м-м. А вообще, надо будет делиться деньгами с семьей, в смысле с родителями с вами? Конечно, это культура такая. А это очень важная наша традиция. М-м-м. А сколько я должен буду делиться? 50% от зарплат? Нет, ну не так много 50, блин. Сколько это в процентах не измеряется? А это пара уже ушей. А сколько у вас всего детей? Всего одна. Она единственная. И такая красивая. А это ты делаешь волок? Я. Я. А чем вы занимаетесь в Беларе? А я работаю в крестьянской школе кассиром. Это маленькая школа. А как насчет ее отца? Чем он занимается? А мой муж сейчас прибывает в Маниле. Как ему это сказать? Он сейчас восстанавливается после инсульта. На восстановление. Я ему желаю только скорейшего восстановления. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, ты наслаждаешься нахождением здесь на Филиппинах. Ой, конечно, наслаждаюсь с вами, ты насладишься. У меня есть фейсбук, я там делаю посты о том, как наслаждаюсь здесь. А как насчет соколадных холмов? Да-да, соколадные холмы. Это же рядом с вами, да? Да, ты будешь проезжать рядом. Ну, может, я и не буду проезжать. Может, я застряну у вас там из-за нее. О, такая красивая. А я всегда знал, что она такая. Добрый день всем. Здорово, мужики. Здорово. Как делишки? Все путем. Путем? Здорово. Как дела? Четко, все четко. Нет проблем. Все, поем, танцуем, гуляем, давай. Добрый день. Красивая какая, а? Да, красивая, забирай. Это ваша дочь? Ой, простите, сестра. Какая красивая. Дравится тебе, а? Как тебя зовут? Давай, отвечай. Джереми. Джереми? Да. А я Сергей, блогер. Приятно познакомиться. Сколько лет тебе? 18. Подруга, нам и тут иностранец заинтересовался. А там твой муж? Ты что, свободна? Да. Слушай, ну тут такое. У меня, правда, есть дочь. Одна дочка. Иностранцу нравится, Джереми. А чем ты здесь занимаешься, работа? Я просто в гостях. То есть, вот тот не твой муж? Нет. И тебе всего 18? И уже успела дочку родить? В 17? А дочке сколько? Она 9 месяцев. Совсем ребенок? Кто тебе помогает за ней ухаживать? Моя сестра. Вот она? Так она здесь, а дочка что, одну оставили? Бросили, что ли? Она там. А, там. Можем посмотреть, пойти вместе? Она там с другой сестрой? Нет, это просто соседка. Просто соседка? Привет. Как твое имя? Вот это твоя малютка. А как ее зовут? А ты откуда, сэр? Роща. Ой, что-то не нравится ей. Роща узнала. Ой, она, конечно, совсем маленькая. Главное, чтобы песок хоть не ела. Ты такие все добрые. Ты красивая, красивая, да? Красивая, конечно. Откуда ты приехала? Цибул. А здесь как долго будешь? Целый месяц вместе с сестрой. Позаботься о ней, она такая красивая. Спасибо. Свободная она. Я слышал, да. Может ты дашь мне свой фейсбук? Да, конечно, почему нет? Ты прикинь, иностранец к ней подошел и реально клеится. Я тебе напишу. А вторая не твоя дочка там? Ты уверена? Это мои родственники. Только одна дочка. Тут у нас такое происходит. Как я могу тебя добавить в фейсбуке? Я сделаю все. А ты свободный? Да, свободный. Я блогер. А лет сколько, спрашиваю? 32. Свободный и 32. Ну нормально, так и скажем. А это мой фейсбук. Могу же я добавить тебя? Да. Я уже все сделала. Отлично, я тебе напишу. Вот я 32. Не слишком ли я старый для тебя? Это прекрасно. Точно, да? Я к тому, что если мы начнем встречаться... Хорошо, Джереми. Увидимся еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok